Всем здравствуйте! Старший внук Примадонны, Никита Пресняков раньше часто признавался, что ему нравится ездить в Соединенные Штаты. И вот однажды Никита прожил там около четырех лет, параллельно учился, приезжая в родную страну только на каникулы. Там он обрел множество друзей. Но в последнее время, по его словам, эта страна сильно изменилась не в лучшую сторону. Каждые 15 минут ты встречаешь какого-то ненормального, который бьется головой о стену, резко снимает майку, швыряет ее, начинает орать и бежать в горизонт, заявил внук Примадонны. Кроме того, со временем город, где я жил, стали намного хуже убирать. Сейчас ты не можешь пройти по переулку, потому что он весь в гигантских черных мусорных пакетах. Их растаскал ветер, все валяется, отметил он. Сейчас Пресняков живет в родной стране. Ему очень нравится столица, он получает удовольствие от атмосферы, разнообразия еды, позитивно настроенных людей, да и по собственному признанию, в родном городе крепче отношения с друзьями. Все так классно изменилось с тех пор, как я вернулся после учебы, заключил Никита. Мне совсем не надо никуда бежать, думать, куда уехать и где укрыться. А вот близкие люди музыканта придерживаются другого мнения. Так, например, юморист Максим Галкин заявил, что из-за резкой реакции общества и отмены его концертов было принято решение уехать из страны. Хотя поначалу шоумен и его жена оправдывались каникулами детей и необходимостью заняться лечением за границей. Теперь же Максим утверждает, что его просто лишили возможности зарабатывать и содержать семью. Сейчас юморист продолжает неоднозначно высказываться в адрес соотечественников своей любимой супруги. Даже в светлый праздник Пасхи юморист не мог не затронуть животрепещущую тему. Разумеется, не только Максим выступает с подобными заявлениями. Однако именно его позиция вызывает неоднозначную реакцию у многих пользователей. Будем надеяться, что такое противостояние мнений не разрушит общение внутри большой звездной семьи. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.